Об улучшении качества водоснабжения, о реформе городского водоканала и переходе муниципального унитарного предприятия в управление общества с ограниченной ответственностью рассказал глава Славянска-на-Кубани Александр Коновалов на прошедшей пресс-конференции с представителями средств массовой информации. На встрече присутствовал директор Кубань-водоканала Сергей Гавриленко. С подробностями наши корреспонденты. Славянский городской водоканал создавалось как муниципальное унитарное предприятие в 2010 году. До этого времени население обслуживало общество с ограниченной ответственностью Горводоканал. Работало предприятие на краткосрочной основе, заключая договор каждый раз на 11 месяцев. Живя днем сегодняшним, они выполняли лишь текущие работы, не вкладывая средства в модернизацию и улучшение качества услуг. Чтобы не страдали интересы потребителей, администрация города приняла решение об образовании муниципального предприятия, став его учредителем. За время работы неоднократно проводились анализы, изучалось финансовое состояние, техническое состояние. И вот после четырехлетнего периода, проанализировав, мы увидели, что сегодня только муниципальное предприятие, оно неэффективное. В связи с тем, что все затраты на модернизацию, на реконструкцию, на улучшение технического состояния всего комплекса водопроводной сети ложатся на плечи либо предприятия муниципального, либо городского бюджета. Мы не сидели сложа руки, постепенно проводили реконструкцию за счет городского бюджета. Старались привлекать и краевые, финансовые потоки, федеральные, но этого оказалось недостаточно. Долги накапливались. Сегодня существует такое понятие, как государственное коммерческое партнерство. Его суть заключается в том, что по долгосрочному соглашению инвестор берет на себя управление предприятием, обязуется модернизировать техническое оборудование, при этом имущество остается в собственности муниципального образования. Изучив финансовое состояние МУПа, мы приняли решение готовить документы для открытого конкурса. Торги по определению оператора и консессионера были проведены открыто. Состоялись они 15 августа 2014 года. По результатам торгов был определен инвестор. Это у нас ООО «Кубань-Водоканал». Основная цель, которую преследовала городская власть – улучшить качество подачи воды не только за счет местного бюджета, но и привлечь к этому коммерческое предприятие на долгосрочной основе. Теперь в течение 15 лет оказывать услуги населению по водоснабжению и водоотведению будет «Кубань-Водоканал». Такое совместное сотрудничество позволит и администрации города, и арендатору видеть на перспективу развитие предприятия. Переход из МУПа в общество с ограниченной ответственностью не вызовет проблем у жителей. Как и прежде, люди смогут платить заводу по квитанции в соответствии с действующим тарифом. Система оплаты не меняется. На населении у нас абсолютно никак ни по нормативам, ни по тарифам ничего не скажется. Планово мы постараемся этот переход провести очень-очень мягко. То есть все базы данных по абонентам все будут нам переданы. По платежам, по договорам заключены договора со всеми банками, с предприятиями, которые принимают оплату за данную услугу. Кроме того, в планах нового руководства модернизировать устаревшие сети, улучшить работу с населением, оптимизировать абонентский отдел, снабдить контролеров приборами системы ГЛОНАСС. С 1 ноября жителям города и сельских поселений Маевского, Прибрежного, Прикубанского, оплачивая в очередной раз квитанции, можно перезаключить договор на услуги по водоснабжению и водоотведению. Адрес водоканала остался прежним. Город Славянск на Кубани, улица Школьная, 333. Телефон абонентского отдела 2-23-68. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».